Я родилась в традиции мусульманской культуры, а мне риска больше физическая. Мне как лучше следовать? Я не знаю, это вы сами решаете. Как вам чему следовать? Я не вижу вообще смысла оставлять свою культуру. То есть, если вы выбираете какую-то веру, это не значит, что надо оставлять свою культуру. То есть, можно ходить в храмы, молитвы читать, так же все. То есть, вы веру выбираете сами, конечно, лучше выбирать традиционную, ту, которой вы родились, она ближе, знакомее. Если не получается, то пробуйте искать, без веры человек не может жить. Но это не значит, что надо оставлять все остальное. Оставлять не надо. Спасибо. Давайте вот сзади, вот женщина, обещал ей микрофончик, да. Часто люди думают, что они могут что-то оставить. Если ты любишь Бога, у тебя есть какая-то культура, как ее можно оставить? Ее невозможно оставить. А вот думать, что ты оставляешь что-то взамен на что-то, это как раз и есть неправильное мышление. Большинство людей вообще не понимают, что есть разница между культурой и верой. Культура – это когда ты просто где-то родился, у тебя есть восприятие мира, культура, ее никогда не надо оставлять. А вера формируется в процессе развития человека. И это не просто вообще найти свою веру. Часто человек не понимает, ему нравится культура, в которой он родился, но он не понимает ее как веру. То есть надо ее изучить сначала хорошо, пытаться понять глубже, потом уже дальше думать. Часто люди просто не понимают как веру в свою культуру, они понимают ее просто как культуру, как традицию. Вера означает молитва, погружение, отношения с наставником. Это глубже гораздо. И часто люди эту глубину не видят, начинают метаться в разные стороны. Ваш вопрос? Добрый вечер, Алина Ильич. Набраваясь смелости, он поднял вопрос следующий вопрос. Я тоже наберусь смелости, отвечу. Для меня это вообще просто. Пожалуйста, где-то в 2010 году, по-моему, как у меня все не бывает. Да, согласен. Я в тупикки. В личной жизни идет плохая судьба. По левой руке я вижу, по левой стороне тела. Сейчас с личной жизнью идет влияние плохое Сатурна. Как говорят, но не только в личной, в финансовой? Ну, меньше, больше в личной, меньше как бы в финансовой, больше в личной. У вас усталость, скорее всего, может быть, на работу влияет, то, что вам тяжело просто работать. Вы устаете, это означает личное влияние, на личное. То есть у вас нет такого, что вам Бог не дает работу. У вас есть работа, просто вам тяжело работать. Вот в чем проблема. Дело. Что вы не делаете? Контакт с природой. В частности, для вас бег. Бег. Дышать, бежать. Но не принципиально, например, а близкий бег, или можно... Нет, не принципиально, можно плов за теле лежать. Это тоже бег, когда лежишь, тоже бег. Нет, бег означает бег, что значит ходить. Можно медленно бежать. Но лежать это не означает бежать, правда? Ленивая, видите? Она не хочет просто, да? Я очень ленивая. Ну, докончу. Я стараюсь. Я понимаю, что вы стараетесь, но вот я вам сказал, выход. Стараться надо в каком-то направлении. Можно, допустим, лежать и стараться. Я хочу быть здоровой, хочу, чтобы мне все было, работа. Но это старание не поможет. Есть конкретные действия, которые помогут. И для вас это бег. Я вас всех слышала. Спасибо вам огромное. Потому что, смотрите, сочетание идет. Ваша главная проблема — это усталость, вялость, нет сил. Это означает, не хватает энергии праны. Прана получается от контакта с воздухом. И нужно также движение, волевое усилие. Потому что, если вы будете ходить просто, вы не включитесь. Когда человек не включается, волевое усилие не совершает, нужно, чтобы воля включилась в вашу. Когда воля включается, идет контакт с природой. Когда вы просто идете, никакого контакта нет, вы находитесь внутри влияния планет злых. Когда вы побежали, вы как бы над собой усилие сделали, поплакали. Ой, не хочу бежать. И побежали. И в этот момент вы начинаете побеждать судьбу. Вот у меня сегодня такой был момент. У меня сейчас тяжелый период идет. Я с утра не хотел йогой заниматься. Я думаю, не хочу. Просто одно упражнение на пять минут сделаю, и все. И начал делать. Включилась воля. Воля включилась. Начал продолжать. В результате два часа занимался и силы получил. Спасибо. Вы для меня примеры. Вот. Я хочу, чтобы вы для меня тоже были примеры. Хорошо, я вам постараюсь. У меня же тоже должны быть примеры какие-то. Хорошо. Мне же тоже надо как-то выживать. Так. Ну, кто у нас? Ну, вот мужчина вот в пиджачке. Давайте будем чередовать мужчины и женщины. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, прям спасибо. Посадьте вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вас поменял немножко, естественно. Я начал сейчас слушать таким выводить. Ага. Ну, вот это лучше, да. А то одного и того же пять лет это сумасшедшись. Я просто решил управлять вас. Да, чередовать вас. Я и вас тоже слушаю. Мне очень интересно. Хорошо. А вопрос такой. Я в последнее, наверное, время, когда наш класс в обществе у меня поражение на человека полный день. И я заметил изменения, очень тяжело иду, и каждый раз мы все замечали за это, с собой напряжаю. Но проблемы очень много, и вопросов тоже. Вы нашли в нем счастье. Да, можно сказать, счастье нашел. Но я понимаю, что я уже готов к семейному отношению. Не, не готов. Ну вот, как будто бы, я понимаю, умом, что... Знаете, почему вы не готовы? Потому что вы в женщинах ищите совершенство. Вы выбираете. А надо искать в них просто человека, которому бы я готов служить был. Который бы меня мучил, и я бы был согласен на это. А на какие связи интимные его характеры я сейчас могу рассчитывать? Ну, вы же понимаете, что я сейчас не могу никого не соблазнять и ничего такого. Вы сейчас с Богом торгуетесь через меня. Просто я мужчина, понимаете? Ну, молодой, как бы уже передавал, что... Ну, вы с Богом торгуетесь через меня сейчас. Я должен участвовать в этом или нет? Как мне быть? Просто есть... Мне участвовать надо, да? Обязательно. Или вы без меня это будете? Просто хотелось бы узнать отношения, в принципе, как это можно избежать. Надо просто жениться и все. Ну, тогда встречайтесь. Девушки не замужем есть? Давайте, поднимайте руки. Сейчас будем смотреть совместимость. Проблема в том, что я не хочу соблазнять... Ну, поднимайте руки. Кто без замужем? Хотели же все замуж. Что такое? Парни не знают, с кем встречаться. Просто у меня знакомых девушек, и они все уже... Ой... Вот девушка сзади, вот у вас... Сколько вам лет? Вы, вы, не отборачивайся. Да. А? Ну, вот вон, вон та вам сидит, вон сзади. Вот она поднимала, да, вот она поднимала руку. Сколько лет? Двадцать семь. Двадцать семь? А вам сколько? Двадцать десять. Нормально двадцать семь вам или много? У меня отец старше, а моя мать на девять лет. Я его тоже учусь. Вы хотите старше, чтобы помладше была, да? Помладше. Не подойдет двадцать семь. Кто младше у нас есть? Пока не пришли, короче. Младше пока не пришли. Ну, в общем, я могу вам выбрать из зала девушку, если хотите. Я сюда пришел не только для того, чтобы послушать вас. Но я честен и искренен, поэтому я всегда открыт к новому общению, понимаете? Вот, и если я здесь буду встречать девушку, я не пропущу ее и не пойду. Знаете, в чем у вас проблема заключается? Проблема заключается в том, что вы не хотите жениться, а хотите наслаждаться жизнью. А это противоположные вещи. Потому что развитие мужчины, когда мужчина одинокий, он не может развиваться. Духовная практика в монастыре, пожалуйста. У вас есть два варианта. Или в монастырь, и там духовная практика, если вы одинокий. Или жениться и развиваться, когда вы женаты. Потому что мужчина, который не женат, развиваться не может. Потому что он не несет ответственности. Мужчина, на котором нет ответственности, это ленивый мужчина. Он не может себя ничего заставить. Он просто наслаждается жизнью. Это ленивая жизнь. Она никогда мужчине не даст никакого развития. Она бесполезна. Или пускай на вас виснут сначала одна девушка, потом еще дети. Пускай все виснут на вас, и вы будете развиваться в результате. Она вас разобьет сто процентов. Это один вариант. Второй вариант – просто бестолковая жизнь. Можно философствовать, говорить, я не нашел, не могу, там и то, и все, и пятое, и десятое. Я уже эту песню слышал много раз от многих людей. Вот она бесполезна. То есть, или вы просто говорите себе, все, хочу взять ответственность. И Бог даст сразу человеку. Ждете, потому что вы не хотите жениться. Девушки не будут подбегать к вам и, ой, возьмите меня замуж. Они так не будут целисти. Потому что я недостаточно хорошо зарабатываю, поэтому пока еще нет. Да, при чем зарабатываю? Вы не зарабатываете, потому что нет ответственности. Когда на шее будет висеть, тогда будет зарабатывать. Что для себя-то зарабатывать? Я помню, студент там жил, там, макарон сварил, в холодильник положил, потом отрубил кусок, пожарил, съел, все, больше ничего не надо. Куда один? Что зарабатывать? Когда семья, она душит же, жена, дети душат, все душат. И все, придется зарабатывать. Вы как человек мистического характера? Я вам все сказал, как человек мистического характера. Когда у меня? У вас сейчас хороший период идет, и вы в любой момент можете познакомиться с девушкой, подойти, познакомиться, общаться, жениться, в любой момент можете. Но вы не хотите расстабаться со своей расслабухой. Привык? Нет, не привык, просто не хотите. И это вас разрушает, вашу жизнь, и будет разрушать дальше, без всякого сомнения. Уже один признак этого разрушения был в вашей судьбе. Когда человек живет, один мужчина без ответственности, он склонен к авантюризму всякому, всяких глупостям. И вы уже попадали в такую ситуацию, чуть не залетели. Это будет дальше продолжаться так же, пока вы не поймете, что вам надо просто брать ответственность за женщину. Спасибо вам, что выслушали. Я такой старею, наверное, злой стал. Говорю такую правду тяжелую. Правда всегда тяжелую, к сожалению. Меня обвиняют, говорит Олег Геннадьевич. А, в этом я как-то открыл интернет, критику, про себя люблю читать. И там написано, критиканка, там кто-то говорит, «Довем до слез женщину в очередной раз». Ну, то есть, думаю, неужели я такой злобный маньяк. Я вожу всех до слез. Я просто хочу людям помочь. А помощь, она всегда имеет горький вкус. Она не имеет сладкого, к сожалению. Я не могу сладкого ничего сказать, чтобы помогло. Это не работает просто. Может, сладкое все, человек сам про себя знает. Ну, давайте вы, вы женщина, да? Добрый вечер. Угу. У меня такой вопрос. Я осенью, наклонилась с этими практиками, начала заниматься в обморах, я вовремя шею. Я подключилась к медитации. На первый день писал плохо. У меня голова стала очень тяжелая, всталая. Вы знаете, лучше всего любые практики совершать под руководством. Да, я под руководством. Ну, значит, это не ваше, что поменяйте что-то. Спасибо. Значит, это не понравилось, что-то, значит, это не ваше. Делать что-то другое. Я с вами занималась, мне все понравилось. Вы неправильно, наверное, занимаетесь. Понимаете, когда вы напрягаетесь, что-то делая в духовной жизни, то это может привести к перенапряжению. Нужно стараться концентрироваться в любви, а не в напряжении. Есть два вида концентрации. Есть концентрация любви или памятой любви, а есть концентрация попытки напрячься. Ну, то есть напряжение приводит к болезням, а любовь к здоровью. Видите, я как наставник вам дал совет. Поэтому говорю, под совет под руководством наставника надо заниматься. Я хочу вас попросить, может, благословение. Доброго совета, может, мне неправильно рожать, поддержку. Да. Какая у вас проблема? А у меня, ну, у меня, наверное, может быть, и нет таких, как я на сегодняшний день. А может, это одно было. Вы сомневаетесь в себе в чем-то? Да. В чем сомнение? В чем сомнение? В правильности поступаю. В моих поступках. Ну, я пока не знаю поступков, я не могу оценить их. Я не знаю поступков, как я. Вам просто опять поддерживаю, чтобы вы... Да, да. Я вам скажу, как. Надо слушать голос человека, святого человека в молитве. Слушать и молиться вместе с ним. Во время этой молитвы вспоминаете поступки и мысленно спрашиваете, нравится ему этот поступок или нет. И через молитву, через звук того, кто молится, вы почувствуете ответ, что правильно, а что нет. Я так всегда делаю. Мой сын получает от меня подвершу. Могу я задать этот вопрос? Мы находимся на расстоянии. Да, тепло к нему ваше идет. И я вам помогаю? Да, тепло к нему своим. Вот так как вас идет. Любовь такая тепло. Ему легче. Он успокаивается под вашим влиянием. Сейчас напряжен? Сильно? Да, очень сильно напряжен. Он успокаивается, расслабляется от ваших влияний. Я это вижу точно. Да. Помогает. Да. Вот, например, вчера помогали. Во второй половине дня. Ну, как же. И вот у него шла тепло от вас, такая поддержка. Да, нет. И у него спокойно становится все. А вот то, что я нахожусь на расстоянии не нужна. Это не имеет значения. Да, это не имеет значения. Вообще никакого. Ум так устроен, что между умами людей вообще нет никакого расстояния. Когда мы кого-то вспоминаем, в этот момент мы с ним контактируем в долю секунды. Даже если мы на другом конце земного шара находимся или вообще находимся далеко-далеко от земли, нет расстояния. Я серьезно это изучаю. У меня есть разные варианты. Я тоже смотрю, думаю, настраиваюсь на людей. Я чувствую тонкое тело хорошо у людей. И поэтому я могу точно утверждать, что расстояния нет. Я даже чувствую вашего сына сейчас хорошо. Я чувствую хорошо. Он очень напряженный человек, но у него, по-моему, хорошая память. Да, очень хорошая. Он сосредоточенный такой, концентрированный. Очень обходительный, по-доброму себя ведет. Я чувствую этого человека. Но он обидчивый, срывается. Он очень сильно обидчивый. Смирно. Ладно, хорошо. Я чувствую вашего, и чувствую он даже сейчас поддержку, что вы ему даете так счастья. Спасибо огромное. Это выдаёшь ему верность? Конечно, если вы имеете знание, что происходит, конечно, вы больше вернете. Потому что конечный результат дает веру. Но вы в процессе находитесь. Поэтому вам нужна поддержка, я вам сказал. Точно вы ему помогаете 100%. Если в процентах говорить помощи, то от его событий вы где-то на 25-30% меняете его события сейчас в своей поддержке. Это хорошо, это хорошо показать. Это хорошо показать. Да. Спасибо вам. Так. Смотрим кому тяжело. Вот девушка сзади, руку так сильно поднимает, нагнулась аж. Вы, да. Да, вы, да. Давайте с вами поговорим. А вы, блюзий микрофончик, что-то несите. Я слышу, да. Для того, чтобы у вас было больше веры в Бога. У вас идет тяжелый период, сейчас этот период уже заканчивается. Самое тяжелое было 5 месяцев назад, 6-7, ну то есть долго период длится. Сейчас уже он слабеет, уже не так тяжело. Вы уже можете, по крайней мере, работать над собой, у вас есть силы какие-то что-то делать. Вот. Только вот та система, которую я вам показал, звук слушаем, повторяем вместе. Вот эта система вам поможет. Вы делаете это все? Слушаете голос, молитесь? Сколько в день времени вы на это тратите? Очень мало. Сколько? Минуты. Ну, это вообще ноль. Ну, то есть, если вы будете тратить хотя бы 50-60 минут, вы будете чувствовать серьезные изменения в своей жизни. А 10 минут это только для поддержания настроения. Все. Что я хотел спросить, да, не нужно, а почему? Вы поймите, что сейчас, на данном этапе вашей жизни, вам не надо пытаться вербально, то есть словесно, с кем-то пытаться устанавливать какие-то отношения. Это все абсолютно бессмысленно, потому что у вас нет на это сил и у них нет на это сил. То есть у вас совместно в семье идет тяжелый период, сразу нескольких человек, энергии для счастья нет. Поэтому, если вы сейчас будете пытаться с кем-то разговаривать, это будет только истощать еще больше и терять силы и он, и вы. Нужно просто делать то, что я вам сказал. Вы не делайте это просто из душевной лени. И все. Я так вижу, что у вас день минимум полтора часа свободен. Каждый день. Вы можете тратить это время на молитву, но вы не хотите. Просто ленитесь. Конечно, все же остается еще делать. Ну вот вы давайте. Да, да, вы. Сегодня будем по вашей теме говорить. Сегодня будем об этом сказать. Ближе микрофон. Что-то у нас сегодня по микрофону звук слабовато идет. У нас есть общая тема. Надо потише, погромче. Попытки развода у нас было много. Наверное, даже раз 15 лет. О, получше. Все, это спасибо. Раз 15 лет. Вот сейчас мы держи не ловлю. И вот не знаю, правильно ли люди делают. Что делаете правильно? Ну, разводить. Нет, конечно. Все правильно. Вы просто путаете. Смотрите, если вы, допустим, решили наказывать близкого человека, ну, поживите отдельно, зачем разводиться? Люди путают. Они думают, если я живу отдельно, значит, я бросил. Это совершенно разные вещи. В Священных Писаниях разрешается жить отдельно, ставить условия, на которых вы хотите жить с человеком. А просто разводиться, ну, что толку-то? Не для него толку никакого и не для вас. Вы привязаны друг к другу. Вы, у вас, как бы, много общего в жизни. Но и вон останется один, никого не найдет себе. И вы никого себе не найдете. Так и будете жить, делая вид, что вы развелись. Понимаете? Бог разводит людей и сводит. Вас он не разведет точно. Вы ничего не поменяете в жизни этим разводом. Не найдете нового человека, ничего не поменяете. И он тоже ничего не поменяет. Он к вам привязан, этот человек. Вы к нему привязаны. Что вы хотите добиться чего вот этим разводом? Он понимает, когда мы пожили вместе. Я все понимаю. Просто вы поймите тоже, что вы хотите воспитать человека сейчас. Ну, воспитывайте его, живите отдельно, ставьте условия. Причем развод. Зачем нужен развод для этого? Он бывает, что я все укройна, действительно, но все это поняли, что так нельзя жить. Но вы поймите, что мужчина так и понимает. Вот он говорит, я все понял. Начинает пробовать как надо, потом опять его скашивает. Опять раздельно живем, ставим условия. Опять все понял. Но вторая попытка ему получше, покрепче. И так постепенно он выкрапкается. Пять раз уйдете от него, поживете отдельно. И на шестой он уже будет получше. А с какой-то ли он вообще официально разводит? А вот сейчас кто наоборот у нас скрипит, все вяжет, то есть слишком сильно. С какой-то вообще официально шаром разводится? Зачем? Через неделю у нас уже официально разводится. Зачем разводится? А если Бог вас накажет за это, что тогда? Чтобы человек понял, нужно жить отдельно и ставить условия. Если вы разводитесь, разрушаете отношения, которые Бог вам дал, то не только он будет понимать, так же и вы. Вы что думаете, что вам все позволено? Вы сейчас разрушаете семью. За это будет наказано. Сто процентов. Я даже знаю, как. Как? Хотите узнать? Для вдохновения? Не будете потом говорить, что я вас проклял? Потому что некоторые так говорят потом. Конечно, накажут. Сто процентов. Я даже знаю, как. И знаю, когда. Сказать, вы хотите проверить мои способности, да? Хорошо, я сейчас скажу. Вы когда разведетесь, он будет сначала мучиться, но недолго. Вот развод через неделю, потом он мучается два с половиной месяца. После этого находит в себе женщину и живет с ней. Все. Вы остаетесь одна. Вам найти себе кого-то. Ну, если через три года повезет, хорошо. Может быть, и не повезет. Потому что семья создается для женщины в основном. И через женщину, через семью отрабатывает карму. Поэтому женщине создать семью крайне сложно, мужику вот так. Без проблем. А вообще, для женщины, у вас невозможно, чтобы вместе все будет хорошо, наложено? Конечно, почему нет? И действует? Просто, понимаете, проблема в том, что вы не понимаете, что такое строгость правильная. Вы или злитесь на него, как бы орете, или прощаете и позволяете. А строгость означает, что по-доброму надо строго себя вести. То есть надо учиться терпеть, прощать и быть строгой. Вот тогда он начнет развиваться. Когда вы кричите, он как психует. Когда вы терпите, он наглеет. Это ваша проблема, вы не умеете воспитывать близкого человека. Но это означает, что вы не понимаете, как мужская природа устроена. Никогда не нужно верить, что мужчина понял. Пока вы не верите, что он понял, он будет развиваться. Как только поверите, он расслабится. Это касается даже не взрослых, а даже детей. Допустим, мальчик маленький, ребенок. Допустим, на бедотуре. Мама ему строго сказала, делай вот так. А он говорит, мамочка, я все понял. Если она ему поверила, он будет делать, как делал раньше. А если она не доверяет ему в этом, он будет изменяться и будет делать, как надо. Как только она поверит, он опять обнаглеет. С мужиками вот этот доверительный способ жизни вообще не прокатывает. Потому что мужчина, он упертый. И он никогда не будет на чужой совести развиваться. Ему нужно по башке дать, чтобы судьба по голове дала, тогда он развивается. А так он не развивается. Вот вы сейчас решили разводиться с ним. Отлично. Он сейчас все понял уже, все классно. Мучается. Вот, хорошо, заберите бумагу назад. И поставьте условия четко. Если он чуть-чуть нарушает, сразу выезжайте, отдельно живите. А разводиться не надо. Такая корова нужна самому. Не выдавишь за ним, не встанет рука. Зачем своего мужика чужой тетке отдавать? Какой смысл? Ваш мужик, вы его и как бы воспитываете. Зачем отдавать чужой воспитывать тетке, своего мужика? Потом будете локти кусать. Локти кусать пробовали? Ну, тогда забирайте назад бумагу. Что, спасибо. Вот смотрите, она не хочет забирать. Не хочется, не хотите? Упрямая, как барана. Я просто не верю, что... Не верите? Тогда зачем вы со мной общались все это время? Зачем? Вы меня побеспокоили. А? Вот делайте, как я вам сказал, иначе будете грибать не соломо. Видите, часто люди от меня что-то хотят. Я им даю это, они не берут. Я не понимаю, зачем, почему так. Она говорит, спасибо за совет. Но смотрю в глаза, А там ничего нету, никакой реакции. Просто тупое желание разрушить свою жизнь и все. Ну, вы поймите, что вам хуже будет, а не ему. Ну, поймите. Ну, какой нормальный человек делает то, что разрушает его судьбу? Ну, какой нормальный человек так действует? Скажи. Ну, кому будет хуже? Ну, скажите. Ну, неужели вы думаете, что ему будет хуже от этого развода? Да он найдет себе молодуху какой-нибудь и будет наслаждаться жизнью. Я вам тут сто процентов просто говорю. Даже не девяносто девять. А вы никого не найдете. Так зачем терять то, что Бог дал? Вот скажите. Разве это разумно? Не гордитесь собой. Будьте смиреннее в жизни со своей судьбой. Она не шутит. Сейчас Бог через меня вам дал последний шанс одуматься. Поэтому я вас спросил. Не думайте, что это случайность. Все пробило. Слава Богу. Сейчас будет думать долго. Она еще не собирается бумагу забирать. Она будет думать еще дня два. И молиться надо. Думать и молиться. Молиться, молиться. И Бог в сердце вам подтвердит все, что я сказал. И тогда пойдете уже туда. Надо идти. Знаете, в чем проблема? Проблема ведь не в бумаге. А в том, что люди часто не хотят казаться... Ну... Люди не хотят проигрывать. Вот знаете, лучше победить и попасть в капкан. Или сесть в темную. Но победил. Но зато победил. Понимаете, как классно. Не унизился. Вот сел в тюрьму и не унизился. Осталась одна, но зато не унизилась. Классно. Теперь вопрос только один. Кто унижается-то? Тот, кто проигрывает, тот и унижается. Выиграете вы в этой ситуации или проиграете. Вот какой вопрос вам надо задать своей судьбе. Униженный остается тот, кто проиграл, а не тот, кто выиграл. Ах, сделала, как я хочу. Ах, сделала, как я хочу. Замечательно. Что дальше? Вот в чем вопрос. Вопрос ведь не в том, что вы его так, вы его наказали. Классная идея. Подать заявление на развод и потом забрать его. Супер идея для воспитания мужика. И много-много раз ему говорит, что нет, не заберу, все, разводимся. Понимаете? Ну, для воспитания мужика суперная идея. Но потом идти и разводиться, это не суперная идея, точно. Точно не суперная. Вот, женщины, послушайте меня. Вот это женское безумство, безумство, оно вот такую природу имеет. Женщина, когда она разъяленная, она прежде всего разрушает свою жизнь. Вот именно свою. На зло врагу. Не чужую жизнь, а свою, понимаете? Вот чаще всего так бывает. Всегда. Поэтому, женщины, вам урок сейчас. Вот это вот то, что почему открытая консультация, чтобы все получали пользу. Я чувствую, что еще 2-3 человека такие же здесь в зале сидит. Поднимите руку. Вот. Извлекайте урок из ситуации. Это для вас тоже. Для вас, для всех тоже.